Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! И сегодня, наконец-то, у нас видео с пустыми баночками декоративной косметики. Посмотрите, сколько у меня накопилось декоративки. Уходовые средства я выбрасываю, только декоративку коплю, чтобы показать вам. На самом деле, изначально планировалось, что я буду снимать пустые баночки за год. Но, если честно, у меня не хватило терпения ждать еще полгода. Я вот за полгода накопила вот столько пустых баночек и считаю, что имею полное право уже их показать. А когда через полгода появятся новые претенденты на пустые баночки декоративки, их тоже обязательно вам покажу через полгода. В общем, я все заканчивала честно, скажу вам сразу. Не было такой цели, что чисто для видео просто расковырять и все. Я перфекционист в этом плане и каждый грамм косметики был на моем лице. Исключая вот этот серый оттенок. Если честно, немножко по краям оставалось. Я переспрессовала его в палетку от Makeup Revolution. Кстати, она рядом. Сейчас вам покажу. Она у меня тоже, посмотрите, в каком состоянии. Я этот оттенок переспрессовала сюда. Хотя кажется, что здесь много его. Он просто очень тонким слоем распределен. Это тоже, кстати, кандидат в пустые баночки через полгода. В общем, такая палетка. Мне она понравилась. Палетка от Essence. Называется All About Toffee. Начинала я ее полностью. Она была новая. И вы видите, каких результатов я просто смогла добиться. Молодец, Айка. Ничего не скажешь. Двигаемся дальше. Пудра от Maybelline Fit Me. У меня еще есть тональный. Тональный взяла мамочка у меня. Мне сейчас не очень понравилась. А пудра классная. Ее не видно на лице. Здесь была пуховочка. Ее я сразу выбросила. Потому что по большей части пудру наношу на лицо обычной кистью. Пушистой. Другие способы как-то меня не особо вдохновляют. Следующая пудра, которая имеет точно такие же свойства, как и вот эта. Но стоит немного дешевле. Упаковка такая хлипкая. Но зачем нам упаковка? Самое главное, средство было хорошее. А здесь с этим проблем нет. Это Rimmel Stay Matte. Уже успела купить себе еще 4 такие пудры. Они у меня лежат в ящике. А это уже в пустых баночках. И, кстати, одна у меня уже на дне. Сейчас вам покажу. Не планировала показывать, но решила, почему бы нет. Это значит у меня в использовании. Максимум еще месяц, и она тоже закончится. А это уже закончилось. Вы знаете, на лето самое то, когда лицо блестит, жирный блеск, пудра спасает. В этом плане очень. Матирующими салфетками я не пользуюсь, а вот пудра мне очень нравится. Тональный от Rimmel у меня еще есть. Единственный момент, я немного промахнулась оттенком. Точнее, меня немножко обманули. Мне сказали, что это самый светлый. Потом я в интернете узнала, что, оказывается, это не самый светлый оттенок в этой линейке. Уже самый светлый потом купила. Тональный неплохой. Но так, знаете, на четверочку. Здесь уже нету вот этой штуки. Ее тоже я измазала на лице. Здесь тоже пыталась пройтись кисточкой. И все, что есть на стенках, тоже намазать на свое лицо. Чтобы ни грамм, никуда. Очень неплохой тон. Использовать можно. Бюджетный вариант. Стоит недорого. Этот тональный мне понравился меньше всех. Это от Makeup Revolution. Здесь написано Full Coverage Foundation. Это очень плотное покрытие. Это просто для супер проблемной кожи. Мне кажется, вредно использовать настолько плотный тональный. Я просто использовала его локально. Именно на проблемные места, воспаление и так далее. Когда у меня были прыщики. Слава богу, сейчас такой проблемы нет. Я как бы в очень тонкий один слой наношу. Тональный по типу вот этого. То есть, слава богу, хоть от одной проблемы мы избавились. И то хлебом. Catrice HD Liquid Coverage. Тоже мне не понравился. Хотя все хвалят. Все говорят супер средство. Это просто вау. Это просто находка. Мне не понравился. Во-первых, оттенок был мне темный. Во-вторых, его очень сложно было смыть. Здесь я убрала дозатор. Прошлась опять же кисточкой. То есть, здесь не осталось ничего. Даже вот так вот на руку не наносится. Конечно, формат интересный. Но качество мне не понравилось. Повторять точно не буду. Вот три тональных у меня закончилось. Я бы повторила только вот этот вот. А вот эти два, наверное, нет. Для полгода, мне кажется, нормально. Три тональных у меня ушли. В этот раз у меня ушло очень много бальзамов для губ. Посмотрите, сколько здесь их. Это от Арифлейм. Бочоночки. Они обалденного качества. Мне кажется, Арифлейму не хватает рекламы у ютуберов. Именно у бьюти-блогеров. Потому что средство обалденное. Наносила на губы. На следующий день губы были в обалденном состоянии. Дело в том, что я пила Раокутан. И вы знаете, что он очень сильно сушит губы. Поэтому мне приходилось очень много использовать разных бальзамов для губ. Вам так не видно. Буду ставить, где видно. Поэтому закончила еще вот такой бальзам для губ. Его я заказывала с Алиэкспресс. И вы знаете, я немного промахнулась в том плане, что я думала, что я заказываю сет из четырех бальзамов. Оказывается, только один вот этот стоит 5 долларов. На тот момент мне казалось, что для ноу-нейм бальзама 5 долларов это очень дорого. Но бальзам был, ну, такой, знаете, на троечку. Единственное, что мне здесь очень нравится, это упаковка металлическая. Здесь можно расплавлять помады. То есть вы берете светлую помаду, которая вам не нравится, темную, помещаете сюда и на плиту. Расплавляется и получается оттенок, который вы хотите. Поэтому упаковку эту я выбрасывать не буду. Помою и оставлю. Понадобится, как говорится. Тени еще одни очередные от Catrice из лимитированной серии. Тени были такие, знаете, светлые, очень напоминали хайлайтеры. Я использовала их тоже как хайлайтер самый обычный. Поэтому очень быстро закончились тенюшки. Покупала их на Beauty Home, помню, по какой-то сумасшедшей скидке. В общем, неплохие тени, ничего такого сверхъестественного о них сказать не могу. Еще от Catrice еще одни тени, которые тоже использовались не по назначению. Это был светло-персиковый оттенок. И он идеально просто подходил для румян. Вот просто это были идеальные румяшки. Я их использовала в этих целях. Поэтому быстренько закончился этот оттенок. Матовые, красивые, персиковые тени, но ушли как румяна. Давайте немножко по тушам пройдемся. Сразу покажу вам три туши, которые закончились. Хочу отметить сразу вот эту вот. Это у меня получается от Ariflame. Здесь кисточка обалденная. Мне она очень понравилась. Мне отправляла подписчица. Это просто лучшая тушь, которую я когда-либо пробовала. Вообще косметика Ariflame, она хорошая на самом деле. Вот, мне очень понравилась. То есть, возможно, в этом случае, например, вот если взять вот эту тушь, то она мне пришла полусухая. Это Vivienne Sabo Cabaret. Но даже не учитывая этот момент, дело в том, что здесь кисточка силиконовая. Я такой не люблю вообще. Поэтому я ее использовала вот буквально, не знаю, два месяца. Она полусухая пришла. И в быстром времени отправилась в пустые баночки, декоративки. То есть, особо она мне не служила. Вот такую тушь еще одну я прикупила. Сейчас она у меня в использовании. Хорошая тушь. Но вот первую я покупала, она была вот в отличном состоянии. А вот вторую, которую я купила, она была полувысохшая. Как проверять туши в магазине? Они реально высохшие или в нормальном состоянии? Я не знаю. Кто знает, обязательно пишите в комментариях. Будет очень интересно почитать. Гель для бровей от Essence. Многие хвалили. По многочисленным, восторженным отзывам я решила взять. Здесь тоже убрала дозатор. Закончился он у меня в конец. Вот. Но обычный гель для бровей. Не могу сказать, что прям так хорошо фиксировал. Самая обычная вещь. Дальше Everline. Тоже гель для бровей. Здесь, конечно, объем побольше и фиксирует он чуток получше. Что касается геля для бровей, мне кажется, самый лучший от Art Deco. Я пробовала, он был прям вообще железобетонный. Фиксировал брови то, что нужно. Дальше помады. Давайте я буду свотчи тоже делать. Как-то ковырять. Пытаться вам показать. От Makeup Revolution помада. Ни помада, ни тональная от Revolution мне не понравились. Единственное, что мне очень нравится у Revolution, это сухие текстуры. Это тени и хайлайтер. Обалденные просто хайлайтеры. Помада, кстати, стоила не супер бюджетно. Вот эта вот малютка, так скажем, обошлась мне, по-моему, в 6 фунт стерлингов. За эту цену я могла бы купить NYX и выбрать оттенок у нас в городе. Вообще онлайн заказывать помаду очень тяжело, в том плане, что ты не знаешь текстуру, ты не знаешь оттенок. Просто по картинке. Вот на самом деле эта помада была на фотографии намного светлее, чем она есть реально в жизни. Поэтому конкретно промахнулась. И что я сделала с этой помадой? Я просто взяла помаду от Bourjois. Это такой белый оттенок, он просто блестящий. Вот. Я просто взяла, выковырила эту помаду и эту переспрессовала. Вот в такую у меня еще одна есть. Переспрессовала и использовала их вместе. Вместе получился обалденный оттенок. Носибельный. Я прям с удовольствием использовала, ни капли себя не заставляя. Так что вот так вот они у меня ушли. Дальше помада от Golden Rose в обалденном оттенке. Такой, знаете, сливовый. Я тут ковыряла даже. Видите, насколько я перфекционист. И дело не в том, что мне жалко помаду. Просто я кайфую от того, когда она реально заканчивается. А не просто я делаю вид, что она закончилась. Отчитываюсь перед вами и все. Это реально проект, который чисто идет от души. Не для вас, а для себя я снимаю этот отчет. У меня мама говорит, да блин, эти видео никому не интересны, твоей аудитории. Я говорю, мама, эти видео интересны мне. Посмотрите, какой красивый цвет. Прям вау. Очень нравится. Это помада у меня от Bourjois. 3D эффект, объемные губки. Классная помада. Она у меня долго лежала. Что-то я вообще забыла про нее. Здесь тоже убрала дозатор. Закончилась помадка. Мне кажется, они даже в этом дизайне уже не остались. Они Bourjois поменяли дизайн. Вообще косметика Bourjois у нас очень подорожала за последнее время. Мне кажется, чем Bourjois покупать, можно немножко добавить. Уже купить люкс. Это какой-то полу-люкс получается. А эту помаду я вообще даже не заметила, как она у меня закончилась. То есть не было именно цели добить до конца. Не старалась я абсолютно. Просто в какой-то момент обнаружила, что эта помада у меня заканчивается. Это от компании Belogy. Такой персиковый оттенок. Давайте тоже свотч сделаю. Хотя здесь уже ничего не осталось. Не знаю, вам видно или нет. Прям чуток. Здесь тоже дозатор убрала. Везде убирай дозатор. Классная помада. Ничего не скажешь. Текстура крутая. Это итальянская фирма. Она у нас представлена. Не знаю, как у вас. У нас везде она есть. Помада от NYX. Здесь, кстати, я смогу вам сделать свотч. Правда, оттенок уже не подскажу. Здесь был такой цвет. Вот как здесь. Я его вынула, тоже использовала. Это же хороший цвет. Такой вот коричневый. Когда я снимала мукбанки с ним, всегда вы меня спрашивали, а что это за помада. Смотрите, какой красивый цвет. Вот. Так что вообще помада NYX это космос. Мне нравится. У меня много таких помад из этой серии. Она самая бюджетная. Помада от Jeff. Покупала я ее, когда была на первом курсе. И, наконец-то, закончила. Эта из серии закончилась. И слава богу. Еле. Даже не получается свотч сделать. Ну да ладно. Блеск для губ от MAC. Блеск желе от MAC, точнее. Эта серия блесков мне не очень нравилась. Правда, здесь цвет абсолютно не востребованный, так скажем. Я сначала наносила помаду, а затем сверху этот блеск. Получалось очень даже круто. Очень крутые блески. У меня много их. Раритет. Наверное, у всех был такой блеск. У кого был, пишите обязательно в комментариях. Я балдела от этих блесков. Это просто была находка. У меня с бананом. А больше всего я любила с виноградом. Здесь у нас такой аппликатор в форме ролика. Очень классная штука. То есть этот блеск я просто хранила, как память из подростковых периодов. А потом решила закончить. Ну быстро достаточно закончила, потому что он уже на дне был. Время от времени все равно рука шла. И хотелось использовать. Две подводки от Golden Rose. И каждый раз, когда эти подводки видят мои подписчики или вообще знакомые, и говорят, Айка, как ты этим красишь глаза? Да просто! Они офигенные. Мне просто с такой кисточкой. Хотя многие сейчас больше предпочитают какие-то лайнеры. Но по мне так тоже ничего. Смотрите, как классно. Легко рисуется. Просто уже полноценный один глаз нарисовать уже не получается. Поэтому я как бы вывела в пустые баночки. Сейчас у меня в использовании точно такой же лайнер. И еще у меня не открытые, по-моему, два. Я специально купила, потому что боюсь, что их снимут с производства. Закон подлости. Все, что нравится мне, снимают с производства в ближайшее время. Так что учтите. Возможно, я их сниму с производства. И последнее, что я вам покажу, это карандаш для губ от Golden Rose. Плюс обалденный карандаш. Осталось его совсем, чуток прям. И я просто не могу поточить. Я бы закончила до конца. Просто в точилку не влазит. То есть я начинаю крутить. Крутится еще вот эта штука. В общем, не получается. А так обалденный карандаш. Правда, когда я его точила, он у меня иногда ломался. А так классный карандаш. Цвет классный. Пыльная роза. В общем, на этом все. Это пустые баночки. Получается, за полгода. За полноценных полгода. Их я выбрасываю. И заново начинаю свой проект. И до нового года то, что закончится, уже будет второе видео. В инфобоксе также обязательно оставлю ссылку на видео из прошлого года. Там как раз-таки год я копила пустые баночки. Обязательно переходите и смотрите, если вы любите подобный формат видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю, целую. С вами была Кремель. И всем пока.